Распределение ролей в политике, в экономике, в финансах происходит скрытно. На поверхности мы видим только то, что они хотят нам показать. Человечеству в общем масштабе трудно определиться, кто кем управляет и где ямщик той лошади, которая скачет голопом по всем странам. Вот мы увидели, что Нанси Пелоси вдруг появилась в Азии, явно дразня своей, ну какой-то ведьминской метлой, да, длинной юбкой, как у волшебницы из изумрудного города. Помните, была такая генгема? Так вот, Нанси Пелоси похожа на эту генгему. Она на своем метле в ступе полетела в Тайвань. Ей нужно было подразнить, знаете, так красной тряпкой перед мордой быка, холестнуть, полоснуть и вуаля, надолго она там не задержалась. Все думают, что летал, конечно, двойник, но, конечно, не она. А чего ее жалеть-то, друзья? Чего двойника-то посылать? Я никак вот не могу понять. Какие-то конспирологии на пустом месте. Конспирология на пустом месте. Никакой это был не двойник. Это мне пишут где-то в комментариях, что какой-то там КГБшный фулфорд, который вещает на все лады, так как нужно КГБ. И придумывает разные истории. Ему так хочется, и он так придумывает. Ну, раз уж у Путина есть масса двойников, куча двойников, у Сталина, как известно, было 22 двойника. А сколько у Путина? Мы уже сбились со счету. Так поэтому и у Нанси Пелуси вдруг двойник полетел на Тайвань, а никак не она сама. Ну, что тут поделаешь, а? Ведь КГБ держит руку на пульсе, а народ верит, верит, верит. Верьте, друзья, спите жители Багдада, в Багдаде все спокойно. Итак, друзья, на пике неопределенности, которая развернулась вдруг между Китаем и Россией. Вы помните, да? Ну, это неопределенность, это была видимая неопределенность. Ее нужно было показать. Ее показали, что поворот на Восток может не сработать. И крупные китайские компании отказывались брать российскую нефть. Ну, так ли это? Ну, нам сказали, что так, а мы поверили. А Индия в это время разрабатывала план наращивания закупок на Ближнем Востоке. Если поставки Уралс станут невозможными из-за санкций. Но уже к апрелю-то, с февраля, февраль-март, да, к апрелю стало понятно, что деньги, финансы руководят всем. Китай и Индия при условиях скидок на 30% оказались готовы резко нарастить свои закупки российской нефтью. По данным отраслевого норвежского колсантинга, продажи российской сырой нефти в Европу полностью компенсировали европейские потери. И об этом мы с вами говорили. Россия через Китай, а Китай по всему миру дальше продает. Минус 30% такая была цена, по которой Россия продавала. А Китай эти 30% конечно возмещал, но еще и какой-то свой еще сверху плюсик набавлял. Выгодно? Конечно выгодно. Китайские бизнесмены живут теперь припеваючи за счет только просто каких-то санкций. Кому выгодны санкции, друзья? Китаю и России. Санкции выгодны правительству России. В частности Путино, но об этом мы говорим с вами почти в каждом ролике. Смотрите, 2-3 предыдущих ролика там об этом, обо всем говорится. Итак, от всего этого, что творится в нашем неуемном мире, выигрывает только Китай. Это то, что мы с вами и говорили еще в 2018 году, что Китай будет управлять миром. Китай назначен был менеджером. Не, не королем, друзья, менеджером. Какие короли? Короли вон на звездочках сидят, и они управляют. И еще короли сидят в Швейцарии. А в Швейцарии у нас кто сидит? Владимир Путин. Вот поэтому, друзья, такая неразбериха. И если вы в первый раз послушаете меня, вам покажется это все непонятно. Но для того, чтобы понять и разобраться в ситуации, нужно, ну, как минимум, слушать два раза в неделю. А иначе ничего не поймете. Сближение с Китаем не помогло российской только экономике. А Китаю помогло. Всему миру помогло. А российской экономики нет, друзья. Здесь, знаете, такой вот Волан прилетел и рассказывает вам снова, как жить вам. Жаль, что нет Михаила Булгакова. Посмотрите мои ролики, вот только два, пока я выпустила о 12 историях, которые написал Михаил Булгаков. Итак, китайско-американские и заодно уже и тайваньские отношения, обострение, которое было связано с визитом Нэнси Пелоси, может сыграть теперь на руку России, которая пытается сделать Китай своим главным союзником. Так он давно главный союзник. Только внешне это все не показывается. Но для того, чтобы вы не поняли, и мир-то должен жить в неведении, в мороке. А политики, хорошие политики, они все понимают, все знают, все видят, но не все тоже опять-таки озвучивают. Или я просто так хорошо думаю об наших аналитиках, может быть, они и не видят действительно. Итак, восточный сосед и все соседи восточные могут помочь России пережить международную торговую изоляцию. Здесь запретили, здесь поставили железный занавес, а на востоке-то все открыто. Ну, торгую не хочу. Нефть, газ, все пошло туда, в Китай. Кто выигрывает? И Россия, и Китай. Кстати, ведь поставки российского газа и нефти увеличились. То есть вот этот ажиотаж, который возник вокруг нефти и газа, вокруг поставок, зерна также, уже заодно. Но что получается? В мире разразился ажиотаж. От страха вообще не купить и не запастись. И правительство начали, мировые, разных других стран начали закупать. Но уже по цене-то в два раза дороже, чем это было год назад. Кто выиграл? Россия и Китай. Кто проиграл? Европа. Но Европу заставляют это делать. Она что, сама такая? Семипядье во лбу. Ангела Меркель сделала ручкой вам ревуар и исчезла. Но это не значит, что она ни во что не вмешивается. Она вроде как и управляющая по крови, а управляющие по крови менеджеры. Крови они не, друзья. Они не исчезают просто так. Тем более, такие прекрасные отношения с Владимиром Путиным. И как вы понимаете, ни Германия в лице Ангела Меркель, ни Австрия не осуждают. А чего им осуждать? Кого? Брата своего? Латвия, Литва, Эстония. Посмотрите мои ролики о бастардах. Там все говорится. И тогда вам станет понятно, почему это происходит. Что политика совершенно иная, а не такая, которую нам с вами предоставляют в СМИ. Ведь в СМИ тоже все заказные. Есть журналисты, которые пишут только по указке. И это их хлеб. Их осуждать за что? За гражданскую позицию? Какую? У вас она есть? Гражданская позиция? Когда война на пороге, посмотрите на украинцев. Все побежали. Какая гражданская позиция? Жить хочется. И не надо кивать на патриотизм и гражданскую позицию. Вы бы побывали в том пекле. И понятно, что такие гражданские позиции сегодня у всех журналистов. Заплатили? Вон Соловьев. Прекрасный журналист. Плюются люди, да, санкции. Но он хороший журналист, как журналист, не как позиция гражданская. Я не беру его разбирать как человека, как журналист. Есть разные понятия. Профессионализм и гражданская позиция. Так вот, журналисты сейчас все работают просто как профессионалы. Нет гражданской позиции ни у кого, друзья. Гражданская позиция у каждого из нас с вами до поры, до времени. Не согласны? Напишите в комментариях. Кстати, друзья, не забывайте помогать каналу. Это важно. Все реквизиты под роликом. Итак, друзья, Пекин в качестве непосредственного ответа на тот провокационный полет на Анси Пелоси вышел из военного и климатического диалога с Вашингтоном. И ввел против Пелоси санкции. А что ей до санкций в Китае? Вот вы смотрите, они такие, ну, глупые санкции. Это все равно, что Россия арестовывает кого-то там, какого-то олигарха беглого или еще кого, который находится за границей. И арест, арест, арест. Вон, рассказывают. Ну, так извините меня. Как бы езжайте в Украину тогда, арестовывайте. Нет, не получается. Вот эти глупые действия, они дают глупейшему населению выпускать пар. Ага, вот Россия наложила арест. И все. А дальше-то что? Ну, отвели из Китая санкции против Анси Пелоси. А что едет до них, до этих санкций? Пекин. Не стал ведь сбивать никакого самолета. Хотя грозился. Но только в качестве ответа. Что смог Пекин в качестве ответа? А все очень просто. Военные учения вокруг Тайваня. А может быть, именно это и нужно было Анси Пелоси. Ведь она не просто так полетела на своей металле, чтобы ее сбили. Она же не камикадзе. Она просто выполняла функцию. Она давала указания. И давала шанс Китаю ввести учения вокруг Тайваня. Хорошо Анси Пелоси сделала Тайваню. Я считаю, что нет. Если бы Анси Пелоси не полетела, у Китая не было бы шансов вывести флот и бородировать вокруг острова. И так же самолеты и поднять ПВО свое. У Китая не было бы шансов. Не было бы причины. А так, Анси Пелоси, найдите вам тортик с вишенкой. И да, это был ее тортик Китаю, а не кому-либо другому. Ну и конечно, здесь нужно понимать, что сразу развязаны внешне, внешнеполитические руки развязаны у Владимира Путина. Потому что, ну как, для него большая удача, развитие отношений с Китаем заново. И все понимают, что Владимир Путин, вот он, теперь дружит крепкой дружбой с Китаем. А ведь и до этого была крепкая дружба. Но торговлю нефтью и газом через Китай скрывали. А теперь, когда это уже вышло в печать в СМИ, теперь придется открываться. И понятно, что все теперь будут понимать, что из-за провокации Анси Пелоси Китай и Путин вступили в отношения для того, чтобы в этом регионе поддержать друг друга. За три недели до вторжения, 4 февраля, Путин встретился с Си Цзяньпином в Пекине перед открытием Олимпиады. По утверждению американской разведки, Си стал единственным мировым лидером, с которым Путин, как минимум, частично поделился своими планами. А китайский лидер якобы попросил отложить вторжение на период после завершения Олимпиады, 20 февраля. Что Путин и сделал. Он пошел, конечно же, навстречу товарищу Си. И товарищ Си ответил взаимной дружбой. Не подвел. Ни разу не выступил с осуждением вторжения. Зато неоднократно осуждал политику НАТО и односторонние санкции против России. В середине июня товарищ Си заявил, что полностью поддерживает Россию в вопросах ее суверенитета и безопасности. То есть это означает одобрение. А от военной поддержки России Китай воздерживается. В середине марта США сообщили союзникам, что по их данным КНР в переговорах с Россией выразил готовность предоставить ей военную помощь. Речь шла о поставках военной техники. И через несколько дней Джо Байден поговорил по телефону с товарищем Си и потребовал от него этого не делать и предупредил о больших последствиях. Планировалась ли китайская поддержка в реальности? Мы не знаем. Но есть некоторые нюансы, о которых я не стала рассказывать. Была ли поддержка от Китая? Мы можем только догадываться. А вот экономическая поддержка, видите, между Россией и Китаем очень даже работает. Помимо нефти, есть также экспорт российского трубопроводного газа в Китай. По единственному газопроводу на этом направлении. Сила Сибири называется. И сила Сибири, это название газопровода, растет намного более уверенно. В 2022 году он составит 16-17 миллиардов кубометров. То есть увеличивается проход газа через Китай. Кому выгодно? Китаю. Пострадала ли Россия? Нет. Олигархи не пострадали. К чему санкции? А к тому, чтобы Европу запугать, Европу напугать, прижать и в зиму сказать, что вы останетесь без электричества, без газа, без отопления, без мазута, без бензина. Кому это выгодно? Китаю. Он увеличит цену на газ, на нефть и на все прочее. Он будет продавать. Понемножку, по чуть-чуть. Но это немножко, чуть-чуть, это будут громадные средства. То есть настолько увеличится цена за газ и за нефть, что Европа взвоят. Кого ругать? Путина? С Украины? Нет, друзья. Китай. Китай руководит в союзниках Соединенные Штаты. Официально крупные китайские госбанки уже на второй день после начала войны ограничили операции с Россией. Госкомпании отказались от проектов, предполагающих экспорт в Россию сложных технологических решений, в производстве которых участвуют европейские компании. Например, от участия в строительстве нефтехимического завода «Сибура» и поставки модулей для проекта «Арктик-СПГ-2». А резко также сократились поставки потребительской электроники, а это «Леново», «Ксауми» и другие. Пекин не трогает российские компании, попавшие под блокирующие санкции. Он прекрасно чувствует американские линии, за которые нельзя, красные флажки. И Китай адаптируется к санкционному режиму. Но, друзья, не просто адаптируется, а Россию. Ну так решено где-то сверху, там на звездочках, эй, вы там наверху, боги небесные решили, что Россию. Опять надо переобуть в лапти. Ах вы лапти мои, лапти новые. Вот такие лапти новые скоро будут в России, друзья. И к этому готовят сейчас. Готовят и Питер, и Москву. Потому что провинциальные города, что их там готовить? На них никто внимания не будет обращать. А вот Москва и Питер – это сильные города. Знаете, здесь не особенно, там можно все по беспределу пустить. Поэтому потихоньку готовят. Кстати, про новые лапти. Скоро в Москве и в Питере откроются магазины «Валютная березка». Ну что же, для всего народа больше ведь не будет шматья в магазинах. Красивых вещей не будет. Скоро все женщины оденутся в серое, как при Леониде Брежневе. Брежневу эти условия диктовала кто? Королева Елизавета. А Брежнев внедрял в нашу страну. И теперь планируется сделать все то же самое. Почему я вам говорила в одном из своих прогнозов «Берегите вещи, не выбрасывайте одеяло, полотенце, не выбрасывайте ничего, это все пригодится. Выбросьте и раздайте только вещи, явно малые вам, которые вам не нужны». Вот от старого хламя таких вещей. Тетка выросла, стала 56-го размера, а у нее с 42-го размера остались еще вещи, где-то лежат. Но если внуков и правнуков куча, можно раздать. Но будут ли они носить, это вопрос. Есть разные прогнозы, о которых я говорю, только их нужно понимать. Не все сразу воспринимать. Ну, может быть, конечно, у каждого в своей ситуации, каждый воспринимает так, как ему это доступно. Здесь я не осуждаю, не говорю, просто я даю информацию, а вы уже думаете, как с ней обходиться. Можно пройти, не обратить внимания. Можно себе в уме плюсик поставить, что надо бы это сделать. Итак, друзья, вещи, вещи не раздавайте. Сейчас вещи свои берегите для себя. Насильные вещи. Даже если состарились, не особенно пытайтесь. Нет-нет, дырявые все выбрасывайте, потому что вы никогда не купите себе новые, друзья. А скоро войдут такие профессии в жизнь, как сапожники. Помните? Портные на дому тоже. Так что девочки, женщины, кто раньше этим занимался, пожалуйста, вы можете на этом выиграть. Очень скоро-скоро, через 5 лет, вы уже будете вовсю строчить ночные сорочки в виде платьев из серого сица. Или полосатого сица. Все будет носиться. Шить сарафаны следует. Да, друзья, и лапки. Научитесь плести лапки. Это тоже пригодится. А вы думаете, зря ввели такие красивые-красивые лапки, которые пластиковые. Они на ноге потеют. Очень неудобные. Но зато лапки. Очень хорошо можно ходить, знаете, в любую погоду в этих лаптях. Причем их даже делают на утепленной подкладочке. Такие лапки. И стоят они. Если это крестьян-диоровские лапки или шанелевские, они будут стоить бешеные деньги. Ну, а в каких-то рабочих магазинах их можно купить довольно-таки по доступной цене. Да, друзья, мы можем только посмеиваться сами над собой. Но то, что над нами сейчас совершается новый эксперимент матрицы по разрушению старой цивилизации и рождению новой, на человеке это все сказывается. Только кто им позволил? Кто им-то дает такое право? Те, которые сидят наверху, которые на звездочках спрятались от нас с вами и думают, что их точно ничего не коснется, а не что, голубых кровей? Ну, мы видели, кто нами управлял. Какие голубые крови у Елизаветы, у ее детей. Какие голубые крови, друзья. Кого дали, того дали. Ничего не поделаешь. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Азиатское направление будет развиваться. Учите китайский язык.